Ну, близость, да, то есть, в принципе, элементы, которые вы располагаете близко, ну, представим, что эти прямомонечки, это или там лейпочки, или текстовые поля, или там и боксы, да, то есть, элементы, которые вы располагаете близко, они воспринимаются как единое целое. Ну, вот здесь вы видите, как бы, ну, два каких-то объекта, да, то есть, группированные. Вот. Так. Похожесть, да, ну, похожесть может определяться как и формой, так и цветом, ну, какими-то другими вещами. То есть, например, для шрифтов вы можете италиком выделить какие-то элементы текста, да, вы узнаете, что это какие-то определения, например, вот пример, да, схожести. То есть, здесь, например, зеленые, да, вы определенно знаете, что это элементы одного типа, да, оранжевые – это другого типа. То есть, вы быстро не напрягаясь каких-то, там, несмотря, не анализируя очень долго саму картинку, вы это можете сказать практически 100% уверенность. Непрерывность, да, ну, то есть, размещая элементы вдоль какой-то линии, да, ну, вы как бы, ну, вы изменяете вот этот визуальный поток. То есть, человек начинает с этого элемента, идет дальше, 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 дальше вдоль. Ну, это хорошо элистрировать списки. То есть, человек начинает читать список, да, он выделен на него, например, точкой, он идет вот вдоль этого потока, список выровнен, ну, и чаще всего с обступом. Он идет вдоль этого потока и, ну, и обрабатывает его. Вот, и последний наш замкнутость принцип. То есть, если вы что-то элементы помещаете внутрь какой-то формы, например, да, ну, как здесь, да, то есть, ну, они выглядят как бы, ну, как цельным чем-то. Вот. И это, в принципе, на формах очень помогает, да, потому что форма, которая выглядит цельно, да, она выглядит более интересной и... Ну, конечно. А ну, можно какой-то пример вот замкнутости? Замкнутости. Ну, в принципе, ну, я не знаю, любой сайт, да, на основном вот в блог, допустим, да, вы формируете ваши новости в блог, такой, делаете шапку, вот, ну, обрамляете, вот, самый простой пример замкнутости. Вот. Или же, там, ну, на том же мастере, там, какие-то элементы, там, description, header, вы, как бы, ну, тоже обрамляете за что-то. Мы могут добавить простейший пример попап-окно, это ты замкнуто попап-окно, а все, что под ним, это, как бы, ну, ты не касаешься этого. То есть, ты замкнуто попап-окно, это девочки в действии, там, это может быть визор или просто с одним шагом, вот, и замкнутость. Вот. Ну, если их совместить все вместе, эти четыре подхода, да, ну, в идеале вы получите простую, легкую для понимания пользователям форму, да, ну, или хотя бы выглядящую, как бы, привлекательную. Вот. То есть, ничего сложного в этом нету, это может быть в каждой, и в каждой нервной работе, как бы, это даст очень хороший результат. Вот. По дизайну, ну, вкратце хотелось бы остановиться, то есть, тут еще, еще короче, да, постараюсь. Цвет. Ну, цвет мы не полностью используем в наших приложениях, то есть, сейчас вот начинаем текст выделять другим цветом, это здорово, да, это вот пользователям помогает. Ну, тут очень тяжело, эффект может быть негативный, да, потому что, если там яркий очень, то это может быть неприятно для пользователя. Но, тем не менее, цвет, я считаю, что, ну, нужно использовать, да, как-то для визуальной анархии. Ну, все, например, привыкли, что-то старенькие, ну, ссылки выделили другим цветом, стандартный. Ну, просто синий. Вот, да, ну, если ярко-синий, а это неприятно, если такой темно-красивый синий, да, это приятно, правильно? То есть, это помогает тоже выделить ссылки на странице, да, или узнать, что отсюда можно перейти дальше, почитать что-то еще. Шрифт, он тоже помогает, он должен быть, в принципе, ну, надо обращать, надо избегать просто смешания разных шрифтов. Бывают шрифты, которые просто не подходят друг к другу, и сразу ваша форма или страница выглядит ужасно. Как бы, объем, ну, просто, простое правило, да, избегайте простых объемов. То есть, если у вас есть какая-то форма, лучше сделать ее меньше просто по размеру, да, чем тут два элемента, и все остальное пустое. То есть, это очень негативно. И, ну, например, шейпс, формы, ну, если вы делаете какой-то-нибудь элемент, вот, в стиле айфона с закругленными концами, краями, да, углами, то, в принципе, просто, когда вы повторяете это, хорошо повторите это на других каких-то вещах, там, на картинку, например, они тоже с закругленными углами. Но сделать это надо с таким же радиусом, да, тогда это красиво. Потому что, если один чуть-чуть закруглен, а второй много, ну, получается разнобой, вы теряете вот стройность своего интерфейса и, ну, какую-то целостность. А текстуры, ну, текстуры могут вам помочь, из части, запомнить вот пустые пространства, которые смотрятся негативно. Если там мелкая, не бросающаяся текстура, да, она помогает позитивному восприятию. Картинки, ну, медиа, информация, любая, там, все замечательно. Культурные особенности тоже надо учитывать, то есть для арабских рынков, да, там, где чтение и запись справа налево, тут уже сто процентов приходится учитывать, ну, плюс какие-то дополнительные, там, да, для российского рынка, какие-нибудь картинки или текстуры по-плохому будут очень, могут быть позитивно встречать. Ну, не в корпоративных сетях, да, вот, ну... Пахлава, где они? Пахлава, да? Ну, тоже, может быть, кстати, да, туристического сайта можно по полу нарисовать, и сразу так человек может проникнуться воспоминаниями, какими-то... Вот, и, ну, самое главное, то есть как принести юзабилити в проект. То есть первое, что хотелось бы обсудить, ну, я не знаю, есть у кого-то в проекте юзабилити-специалист? Нет. Так, ну, смех, отлично. Замечательная реакция, да? Вот, на самом деле, да, этому не уделяется вообще никакого внимания, но если сказать, что нету в проекте юзабилити-специалиста, это неправильно, это неправда, потому что, ну, я могу гарантировать, что в 99% в каждом проекте у вас есть юзабилити-специалист. Это или заказчик, или менеджер, или конкретный человек, который работает с интерфейсом, который принимает решение, как это будет выглядеть. Вот, то есть, и, в принципе, одной из моих задач, я просто хочу, чтобы, если это, ну, обязанность ложится на вас, да, чтобы вы это просто делали как-то осознанно, да, и знали, что приложенные здесь усилия, они могут откликнуться, ну, очень большая отдача. И, ну, я не знаю, у нас вот в проекте, например, разделено, да, у нас очень много, у нас есть юзабилити-фестирование, которое проводят наши заказчики. Ну, мы что-то делаем там, мы предлагаем что-то. Вот, то есть, ну, всегда есть человек, возможно, эта роль размазана между несколькими людьми, вот, ну, 100% есть человек, который за это отвечает. Когда это должно быть, когда-когда люди думают, да, о юзабилити в проекте? Ну, я не знаю, если нет, то, наверное, никогда, да, логично ответить. Или когда разработка закончена. Например, да, очень показательный пример, то есть, вы делаете замечательную идею, сделали сайт, на него люди не будут. Удивительно, да? Вот, ну, да, и начинается. Давайте сделаем немножко подгон, давайте сделаем удобнее. Они уступают в роли юзабилити-специалисты. И, возвращаясь вот к результатам семинара, на котором я был, да, в юзабилити-конференции, вот, то там, в основном, вот сейчас на российском рынке и на, ну, у нас начинается, да, движение в Харьконе, то есть, фирмы, которые занимаются юзабилити, они именно исходят из веб-портала. То есть, там, где вы должны, там, где, ну, большой, ну, как бы, очень много пользователей, да, у продукта. Вот, и там, где вы можете легко получить отдачу. И плюс, как бы, есть один еще интересный момент, почему оттуда, да, растет юзабилити. Потому что очень легко с тестированием. Очень легко с тестированием, потому что у вас есть, допустим, по сайту практически исчерпывающая статистика. На какие страницы ходят пользователи, какие ссылки они клацают, да. То есть, что не делать. То есть, по доставных приложениях такой статистики практически нет. То есть, началось в какой-то момент, там, добавлять в Microsoft, что разрешите нам собирать сведения, да. Это, скорее всего, вот эти сведения, как человек использует программу, чтобы, ну, как-то анализировать. Достигает там пользователя своих интересов действий или не достигает, да. Вот. Ну, ответ вот на предыдущий вопрос. Когда это должно быть, да. То есть, мне кажется, это должно быть на каждом шаге. То есть, идеально, если вы сначала подумаете, как поставите себя на место пользователя. Подумаете, что ему надо, как максимально эффективно это можно сделать, удобно для него. Вот. И тогда начнете разрабатывать. Вот. Но это, тем не менее, у нас гибкие процессы, да. Каждый раз меняются задачи, добавляются новые. То есть, каждый раз надо об этом думать. Что еще хотел сказать? Напоследок уже все подниму, наверное. Вот. И... Ну, возвращаясь, вот... Как, допустим, ну, вот вы решили, да, точно надо браться за изобилити, там, как-то улучшать этот процесс, да. Как, допустим, заказчик ответил, не задерживаешь, не скажешь, там, надо вот время, там, да, ресурсы, например, деньги, там, или что-то еще. У нас изобилити. Он скажет, ну, хорошо, мы об этом подумаем в конце. Ну, это, на самом деле, достаточно просто. Вам просто нужно найти хороший показатель, хороший индикатор, который, ну, идеально, ну, как, не идеально, то есть, плохо, конечно, если он проблемный, да, или, ну, просто индикатор, который покажет вам, что, ну, как бы, для пользователя, да, хорошо, и плюс, что может принести доход вашему работодателю. То есть, для интернет-магазинов, например, это очень просто, это конверсия. Человек заходит на магазин, купил продукт, супер, то есть, все, ну, свой процент конверсии от общего пользователя он добавил. То есть, вы это легко считаете, и легко, как бы, этим оперировать. В принципе, сейчас очень много этим занимаются изобилити-специалисты, вот, как, как увеличить конверсию в онлайн-магазина. Для новостных ресурсов, мы работаем, например, с новостными ресурсами, сколько человек находился на сайте, сколько статей он просмотрел, например, да, то есть, тоже очень простой показатель, по статистике есть Google Analytics, да, который может помочь вам выдать эту статистику практически бесплатно. Вот, и вы можете прийти и сказать, что вот у нас сейчас такое положение дел, я думаю, что мы можем сделать так и увеличить этот показатель, собственно, что принесет больше доход для заказчика, и 100% он с ним согласится, или, по крайней мере, поставит это в план и поможет вам, кстати. Вот, для других приложений это может быть немножко по-другому, там, для десктурных обращений в службу поддержки, да, для каких-то еще приложений вы можете просто посчитать трудозатраты пользователя на какое-то, ну, на какое-то действие, там, то, что мы говорили, то, что пользователю нужно сделать, и как он этого достигает с помощью вашего продукта. Вот, ну, и, собственно, в этом всем вам может помочь такие вещи, как юзабилити тестирование, то есть, когда вы просто возьмете незнакомого человека, посадите за свой продукт и предложите ему сделать какие-то действия, посмотрите просто со стороны, как это выглядит, да, это поможет, ну, и, в принципе, и вам сориентироваться, что плохо, что понятно, что непонятно, да, как человек реагирует на продукт. Вот, и мы тестируем больше для веб-ресурсов, вы можете, тоже, ну, почему веб так касается и удобно, потому что вы можете запускать, например, две версии одной страницы, и, опять же, Google Web Analyzer, такой продукт, он помогает вам просто распараллелить трафик туда и туда, на две версии страницы, посмотреть, какая из них работает лучше. Вот, и вы можете легко сказать, там, да, легко вывести отчет и сказать, что вот так будет лучше, и, в принципе, любой здравомышлящий из заказчика всегда с этим согласится и выделит и время, и прополнительные ресурсы. Вот, в принципе, у меня все. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, мы будем ответить. Спасибо.